Карамба ТВ представляет Ладно, слушайте Activision официально анонсировала нежданчик Call of Duty Coast Вы ждали Modern Warfare 4? Обломитесь нах Разработчики Grid 2 создали систему динамической генерации треков по принципу перевода стрелок на железнодорожных путях Создание новой части DIV влетит издателю в копеечку Пока в ADAS клепают демки из того, что было, судьба проекта остается под угрозой Quantic Dream насчитала 10 часов геймплея в Beyond Two Souls Мало! А вот разработчики считают, что заебись и не ебёт Создатели Remember Me напомнили игрокам, что главное в игре не ассисяндр и не лин А система взлома воспоминаний, которая даёт небывалые возможности ИИИИИИИИИИИИИИИИI Барабанная дрррры Rockstar представила целую пачку новой НФО GTA 5 Вместе с тремя новыми трейлерами и порцией скринов Время дрочки, господа И напоследок заценим свежатинку из релизов прошедшей недели Приготовьте слюнявчики Начинаем! Игровую вакханалию Новый Call of Duty великий и ужасный. На этой неделе анонсировали официально. Пока все ждали модного ФА4, разработчики решили всех жестоко наебать и представили новую серию под названием «Коуст». Естественно, по интернетам, как жидкие стулья, сразу расползлись слухи об участии непревзойденного Гоуста в роли главного героя. Тем не менее, в официальном тизере Activision не уточнила, будет ли игра как-то связана с сержантом Саймоном Райли или главными героями станут безликие мудозвоны с масками. Тем не менее, судя по тизер-трейлеру, опубликованному по случаю анонса, в игре развернется настоящее действо с товарищами-агентами антитеррористической организации. Маднятская распиздастая нынче тема. И да, Call of Duty Coast официально пелят на движке нового поколения. И для нового и текущего поколения консоли Каписюнов. А геймплей мы увидим уже 21 мая на нашем сайте. Не пропустите! Кодмастер продолжает активно пиарить свой новый рейсинг под названием Grid 2. На этот раз создатели представили опиздахуенную систему динамической генерации треков. Система LifeRoads позволит из одной трассы сделать 6 различных вариаций. Ну, чтобы геймеры никогда не знали, куда нужно ехать. Система чем-то напоминает стрелки на железнодорожных линиях. Генерация новых трасс осуществляется путем перевода этих стрелок с одного возможного поворота на другой. Вот и вся опиздахуительность. А тем не менее, разработчики полагают, что LifeRoads сможет доставить фанатам рейтинга массу удовольствия. Ну или в простонародье доставить. Новая, обновленная и вся такая распиздастая часть Телс-экшена Дифф находится в глубокой жопке. По неподтвержденным данным в Эйдос Монвеал творится настоящий хаос. Демки пилят на недоработанной, не до альфа-версии игры. Разработчики пинают хуи, а издатели прикинулись пофигистами и ничего не замечают. По словам проверенных источников из пиздобола Лянди, затраты на создание новой игры существенно возросли. Поскольку все эксперименты в тайных лабораториях Эйдос совсем сбили с толку разработчиков, показать геймерам и издателям команде до сих пор практически нечего. Ох и пиздец настанет проекту, чувствует жопка фанатов. Но вы пока не рвите себе пердаки, всё это может оказаться банальным пиздежом и провокацией. В Beyond Two Souls появится аж, блядь, целых 10 часов геймплея основной кампании. Мало? А вот разработчики считают, что в самый раз! По статистике, каждый четвёртый проходит игру до конца. Это значит, что ты, Вася, ты, Саша, и ты, Петя. Криворукая шкалоло! А вот Серёжа молодец! Прошёл игру до конца! По данным разработчиков Heavy Rain прошли почти все игроки, которые в неё играли. И не потому, что она была короткой, а потому, что разработчикам удалось заинтересовать и заинтриговать геймеров, чтобы те дротили свои кнопочки на джойстиках в надежде увидеть, что же будет дальше, что же находится в конце. И под концом я подразумеваю завершение игры, а не то, что вы подумали. И через несколько секунд вас ждёт обожаемый уголок идиота с дурацкими идиотскими вопросами. Не переключайтесь! Дядька, а что там слышно про Elder Scrolls Online? Душу дракона мне на завтрак. Усё нормально! Цикушка ты моя малолетняя! Процесс движется полным ходом. Зенимакс даже официально заявила, что в августе привезёт играбельную демку на выставку Gamescom. В настоящий момент команда сфокусировалась на полировании геймплея. И под геймплеем я имею в виду именно геймплей, а не геймплей. Уважаемый ты мой почётный член клуба меньшинств. Попутно разработчики читают высеры фанатов и занимаются прочей поебистикой. В настоящее время TES Online находится на стадии тестирования, в котором уже отлажена система сражений, квестов и прогресса в игре. Разработчики также намереваются подправить искусственный интеллект, запилить гильдию и поработать с системой крафтинга. Дядя! А что слышно про Фурнайт? Эпик Геймс уже готова представить игру миру дрочеров! Ещё в марте готова была представить, а она не представила. А почему? А потому что разработчики хотели, чтобы такие как ты, мой махназадый гастарбайтер, смогли вкусить игрулечку по полной! По словам главы Эпик Геймс, разработчики не хотели показывать игру в перемешку с демками нового движка Unreal 4, чтобы не портить впечатление об игре. Поэтому, собственно, демонстрацию перенесли на выставку E3, куда разработчики и привезут всё на VEO, включая дополнительные материалы, видосики и ебабельную, в смысле играбельную демо-версию, чтобы желающие смогли подросить полчасика прямо в будке Эпик. А и всё! Можете снова переключаться на новости. Студия Дантнот решила в подробностях рассказать о ключевой составляющей игры Remember Me, о памяти. Технический прогресс и научная революция дошла до точки, в которой человеческие воспоминания, включая вкусы, запахи, звуки и ощущения, можно сохранять в специальном виде и расшаривать в сетке. Небольшой заводик по производству консервов из памяти спиздил воспоминания бедняжки Нелин. И теперь ей необходимо вступить в схватку за собственную память. За какие-то пару-тройку гигабайт семейной порнушки. По словам разработчиков Нелин, сможет хакать чужую память, чтобы пройти сквозь различные препятствия на своём пути, обойти членаруких и письконогих мутантов, а также попутно навалять пиздюлей накачанным мужикам в железных бронежилетах. Также искажая хакнутую память других людей, Нелин сможет заставить их сделать что-то, что нужно ей. Ну, типа выстрелить себе в песок пять раз или упасть на нож двенадцать раз. Память также позволит Нелин изучать различные телодвижения для отхуячивания своих врагов. Ну так, в качестве бонуса. Рокстар выдала очередную неебическую порцию инфы о GTA 5. Как все и ждали, игра будет распиздосто охуетительной с огромным количеством возможностей. Пока графодрочеры будут убиваться качеством детализации и всяких мелочей, настоящие фанаты смогут закатывать свои машинки в любимые гаражики, пэй-эм-спрей, покупать себе хатки и заводики, а также избивать и насиловать гусей на улицах. Особо тухлые снобы смогут заняться гольфом, йогой, дайвингом, гонками на мотоциклах и летными соревнованиями. Но самая мейнстримовая во всем этом невъебенная система планирования ограблений банков и навыков персонажей. Тревор, Франклин и Майкл получат целый перечень навыков, которые будут прокачиваться одновременно для всех. Но в то же время каждый из них получит от Rockstar по одному уникальному умению, которое будет доступно только им. В основном эти опиздохуительные и уникальные навыки заключаются в замедлении времени. ПОЗЁРЫ! Нео и Максим Копейн замедлял время еще до того, как это стало мейнстримом. Тем не менее, игрокам придется заниматься всякой хуйней, прежде чем напасть на бронированный автомобиль инкассаторов. Ну, типа покупать маски, выбирать тряпки, затариваться оружием и патронами, пилить подходящие тачки и бла-бла-бла. И только потом нужно будет грамотно и вовремя переключаться между героями, чтобы успеть сделать все точно в момент. Иначе нихуя не получится. Крутотетская крутоту! Правда? Но и это еще не все! Теперь все три персонажа обзаведутся новогодняцкими телефонами iFruit, которые станут центром доступа к социальной сети Rockstar. На iFruit можно будет щелкать скрины и снимать видосики, как и на обычный телефон. А если вы и не знали, все это добро можно будет запиливать прямиком в социальную сеть Rockstar или к себе на страницу ВКонтакт. Rockstar также заикнулась, что на телефоне появится несколько полезных приложений, о которых команда пока не готова трепать языком. Ровно как о мультиплеере, как рыбки прямо, набрали в рот воды. Или чего они там в рот себе набрали? Мультик будет, но что в нем будет, пока неизвестно. Зато известно, что помимо Тревора, Франклина и Майкла, в одиночной игре можно будет также выбрать персонажа из мультиплеера. Что уж там такое хитро выебанное, задумали разработчики? Одному богу о пиздохуительности известно. И на пасажок заценим на вяхонькие релизы. Свежатенькое, сэр! Epic Games запилила дополненько Gears of War Judgment под названием Call to Arms. В апдейте появится аж, блядь, три новые карты для мультика, новые наборы брони, десять новых достижений и целый новый режим Free for All. Но самое главное, в игре появятся новые скины для оружия. Вот уж где опистохуянщик-то закопан! А? Фэс! Эксклюзивчик для Xbox 360. Уже не такой эксклюзивчик. Полутрёхмерно-двухмерная головоломка вышла написённо. Поэтому каждый может присоединяться к поискам фрагментов трёхмерного куба в двухмерном мире, который дал сбой. И теперь не такой уж у двухмерной. Словом, всю игру вас ждет путаница с измерениями. И всё из-за того, что какой-то гомец встретил в двухмерном мире трёхмерный кубик. Ебический ад для физиков. Ubisoft официально выпустила шутер Far Cry 3 Blood Dragon на консольке и... Писюны! Ха-ха-ха! Вот это новость, да! Если вы являетесь одним из ярых последователей клуба-покупателей официальных релизов, то знайте, игра стилизована под представление о научной фантастике, которая бытовала в 80-е годы. Ну, помните, там всякие киборги, лучи поноса и апокалипсисы с терминаторами. А, да? Вот! Действие разворачивается в отдалённом будущем в 2007-м году, когда апокалипсис уже настал и мир погряз в сетке из лазеров на лазерном шоу. Сержант Рэкскольд должен всех спасти, навалять плохому дядьке и выебать тёлок, чтобы воскресить человечество и вся хуйня. Хотите верьте, хотите нет. Но на этом у меня всё! Если вы хотите, чтобы дяденька распинался подольше, залайкайте видео. Если вы хотите, чтобы дяденька матерился пожёстче, нажмите подписаться на канал. Ну, а если хотите пиздец, как много новостей, чтобы прямо из ушей текло и капало, введите в адресной строке gamebomb.ru и наслаждайтесь трейлерами, скриншотами, новостями, обзорами, свежачками и всякой разной разностью круглый год, 24 часа в неделю, 7 дней в году. Чё-то попутал. А ну и хуй с ним. Мне пора сваливать. До скорого, геймерятушки! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА